всем привет красава вот и насрал вообще гигант и динозавр и в соседнюю миску капает вниз нет на поддон капает как хорошо что вынулся так всем привет у нас сегодня контрольное взвешивание бролеру роз 308 чехословакия какая чехословакия чехословакии не существует чехи это уже сотый батька с ума сошел да совсем пола у него не говорить к так рост 308 чехия 35 дней им сегодня что значит у нас экспериментом с нашим на сегодняшний день у нас отошло пять штук по причине водянки один по причине дряблого сердца но из-за сердца водянки не не было вот показываю еще претендент на выбывание еще раз симптомы такие вот синий живот большой набухший вот это водянка то есть вот один претендент на нижнем ярусе вон еще один лежит наверное не знаю может быть и героев но здесь понятно все с ним не мучились так здесь порядок верху порядок так и на и в этой клетке претендент вот он отойдет вот он все особи которые вот по этой причине отходят у нас они все задержки развития явно они все меньше но еще хочу дополнить что появляется много комментариев под видео от людей которые занимаются птицей и все просто кричат них что у них такая же проблема которая раньше не было в их хозяйствах вот эта водянка и все это появляет и появилась в последнее время в основном при переходе на импортное яйцо то есть что с чем это связано какие выводы делать решайте сами но все-таки мы считаем что это генетика в большей степени и как-то может быть чуть нивелировать эту проблему можно какими-то да там техническими решениями в виде уборки помета вентиляции там что-то может быть какого-то корма либо кардинально решить пропаивая птицу антибиотиками какими-то препаратами вот такого плана не знаем пока сами будем смотреть вот но не только у нас такая проблема многие повторюсь пишут в комментариях что тоже несут большие потери и недоумевают как бы вот от такой ситуации так как раньше не сталкивались 36 дней сегодня мы потеряли ночью еще потери на данный момент минус 8 штук помет убираем каждый день едят они у нас александровского хлеб-завода хлеб-база номер 9 комбикорм комбикорм мне наверно скорее не нравится чем нравится потому как все-таки визуально я вижу что птица растет ты говоришь потеряли 8 штук из скольки из 150 до по процентам мы потом посчитаем сравним с предыдущей партии скажем результат очень хочется понять от уборки помета ежедневного если снижение процентов выпада из-за водянки но пока партия не дойдет до конца сказать об этом нельзя понимаете да считаем проценты пока по ощущениям по моим субъективным ощущениям ежедневная уборка помета никакого результата не дает то что не вентиляция в наших условиях я уже записал отдельный ролик вот вообще проблем с вентиляцией здесь нет то вот стоишь вот ну скажи на такое помещение 150 штук вопрос вентиляции можно даже не задавать если бы здесь было 500 да согласен а 150 хорошо сегодня какой день у нас уже птицы 36 день как проходит эксперимент с ежедневной уборкой помета зачастую не разовый уборку мы производим раз в день среднем на 36 день у нас сколько 8 8 штук и двое претендентов даже трое мы увидим еще плюс предварительные выводы можно сделать что я особо разницы не вижу не вижу вот а я вижу потому что вопрос в соотношении процентном они в количестве нам не знаю может быть будет партия больше практически в два раза какой два раза в полтора раза ну в полтора раза 98 а здесь у нас 156 полтора раза больше партия да ну проценты может быть будет лучше но все равно ребят я хочу вот что сказать посмотрите они в одинаковых условиях у нас растут все у нас нет такого что один там курит пьет да бройлер а другой спортом занимается бегает и диету соблюдает они все в одинаковых условиях почему один заболевает водянкой а другой нет почему у одного слабое здоровье и он подвергается вот этому заболевание а другой нет что логика говорит что это наследственное все правильно что это генетика хорошо увидите с предыдущей партии последние различия еще между кубами россами я или кто-то да кто-то еще может видит я тоже вижу только в одно в темпераменте дурацком росы какие-то агрессивные неспокойные сумасшедшие сумасшедшие птицы да дерутся в клетках бегают гонки устраивают все время что-то они тут делят между собой какие-то у них терки вечные руку засовываешь они на тебя набрасываются клюют в башенках собаки ищем как бройлер пьют неаккуратно разбрызгивают воду не знаю кобы гораздо симпатичнее мне они даже вон ходят смотри расправив крылья вот я к индюк индюк смотри почти идет особенность заметил только вот в этом году на клеточном содержании напольно как-то это не явно сглаживается да а вот клетках это заметно а вот так с виду я вообще не могла бы точно отличить и роса от кого я вот вообще-то считала что росы по мохнать и по пушисти росы да должны быть по описанию более больше пера на них должно быть у них более массивные ляжки и меньше грудь по описанию ну это по описанию посмотрим при забое а вообще кобов отличить от росов можно только по некоторым вкраплениям черного цвета помнишь не попадается черное перо у кобов у росов все дело но снова же это вкрапление есть или нет можно увидеть только на партии достаточно приличного размера да но там на 10 штуках из 100 например это белое перо но у тебя могут попасться если ты 10 птиц завел себе те 10 который будет без пера ну да здесь короче нет эффекта теплицы то есть здесь не нагревается больше чем на улице температура ручной потому что открыто окно все и сейчас вот немножечко такой бриз но все равно видно да немножко пушинки так вот они улетают двигаются медленно ну в общем я бы сказала что птицу как вы сами видите с открытым ртом ее нет поэтому тут как сказать знатоков то и не обманешь она бодрая веселая сумасшедшая по поводу еще раз нашего эксперимента мое мнение что все таки процент пока не догоняет тот процент который был при прошлой партии падежа возможно это имеет какое-то значение вас про вопрос какое но однозначно уйти от водянки не получается с помощью уборки помета я думаю что потому что это действительно в основном очень важен момент генетики а с генетикой вы тут уже счетник только не делайте вы с ней не справитесь возможно пропойка лекарственными препаратами как-то сглаживает эту проблему у них но хотя нам в комментариях писал человек что он пропаивает до их от водянки и потерял половину стада не от водянки антибиотиками про антибиотиками до пропаивает но потерялся равно потерял половину стада именно в этом сезоне и нет смысла ему как бы не доверять не верить от без умыслов что называется скрытых в любом случае продолжаем собирать статистику пишите в комментариях у кого какие партии были сколько потери вы понесли ребят вопросы такие какой кросс откуда он то есть голландия чехия что это российский кросс какой-то на каком корме он растет используете ли вы антибиотики дополнительные мы не имеем ввиду кормовые мы имеем ввиду именно до каши добавляют в водичку пропаивают птицы аптечкой вот эти вещи какое количество у вас в парте голов и какой падеж какой процент падежа можете процент не усчитывать просто написать мне там допустим там растил 50 штук там 5 пала от водянки снова падеж интересует только водяночные понимаете да что есть птица там ногу сломала вы ее забили мы не учитываем это как процент падежа от водянки или же если допустим вы птицу не вскрывали не знаете что от водянки или нет но по признакам похоже тогда просто без стопроцентного утверждения что вот похоже что от водянки как-то пометьте этот момент собираем эту статистику для того чтобы понять потому что у людей опыт уже есть наработанный все варианты испробовать нам наверное пол жизни не хватит то есть может быть кто-то на каком-то корме добился хороших результатов кто-то может быть подкисляет воду и не отсутствует у него водянка да указывать какая вентиляция по поводу антибиотиков почему так думаем для чего призвана на антибиотики вообще погоди давай я тебе перебила да по поводу вентиляции нас тут все мучает этими вопросами если есть возможность указывайте какую вентиляцию вы используете либо вообще не используете либо на улице растите то есть вот эти моменты забыли вопрос это да условия выращивания клеточные напольные или выгульное у вас содержание просто буквально слово вот такие вот ответы мы от вас ждем пожалуйста помогайте да и может быть еще дополнение к опросу если у кого-то был опыт именно сравнительного характера кто-то растил там российского кросса да перешел на импортное яйцо и вдруг у него появилась эта проблема а до этого не было тоже укажите было бы интересно это важная деталь всем привет значит у нас сегодня бролеру рост 308 чехия 40 дней поговорим о водянке в этой части видео значит у нас на 40 день потери от водянки 11 голов один из задряблого сердца это 12 то есть у нас из 150 осталось 138 вот водянка стандартно началась 30 дней у нас может она у нас стандартно начинается так то есть опять она 30 дней началась и в 40 дней надеемся что закончилось но может быть еще какие-то особи тут немножко затаились и активно как говорится копыта но чуть позже ну вот на данный момент 11 от водянки последний когда вы последний был позавчера наверно 38 дней позавчера вот так же мы продолжаем убирать помет ежедневно кормить птицу с комбикормом с низким с относительно низким с пониженным с пониженным содержанием протеина что еще пьют они воду простую без витаминов потому что витамины у нас вдруг исчезли в городе просто негде взять я там как он называется умдевит в кофемолке пропустил но я им пока не давал конкретный им но там наверное разок два три вот в общем вот такая птица с недобором веса на данный момент однозначные выводы по нашему эксперименту будем позже делать пока рано вот только что он откинулся смотрите какое огромное фиолетовое сердце видно да вроде и я его нажал на него уже из него вода аж брызнула но у него и видно что сумка эта водяная что сделать проткнуть или что вот я не знаю откуда прям а ну вот вода видно да вот в сумке сердечной сумки вот смотри короче это водянка сердце как раз ты видишь фиолетовое большое сердце оно огромное да вот снова же да водянка из-за сердца или сердце из-за водянки вот здесь тоже вода была но не в таком количестве как обычно но я смотрю что узнаешь у печени это нету пузыря вот этого желтого да водяна водяночного желтого не было 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 просто жидкость вот в полости да не много не скажу что много я еще даже засомневался я начал дальше его раскрывать да и увидел вот это огромное сердце смотри мы видно да какое оно оно ну как как сказать накачиваем водой как будто бы да ну вот это вода в этом мешке да ну вот ладно все ясно в общем все на этом всем спасибо всем пока удачи